Ровно в 8 часов утра свои двери открыли избирательные участки. Желающих выполнить свой гражданский долг много. Чтобы выборы прошли честно и прозрачно, важен контроль за ходом голосования. Его осуществляют общественные наблюдатели и специальная техника. Выборы начались позитивно, с гимна. Народ стоял уже, очередь у нас уже была такая небольшая, но тем не менее у нас достаточно много членов избирательных комиссий, которые совершенно спокойно работают. У нас имеется камера видеонаблюдения, которые, так скажем, ведут постоянный процесс за тем, что происходит у нас. Мы ждем всех с 8 утра до 8 вечера, 8, 9, 10 сентября. Пожалуйста, все приходите и голосуйте. Чтобы принять участие в голосовании, необходимо предъявить российский паспорт члену избирательной комиссии. Далее получите бюллетень. С ним нужно пройти в кабинку и отметить того кандидата, за которого хотите отдать свой голос. Затем опустить бумагу в опломбированный ящик. На участках установлены два типа урн – старые добрые пластиковые и электронные. Последние автоматически подсчитывают голоса и даже разговаривают. Спасибо. Вы проголосовали. Избиратели говорят, ходить на выборы нужно. Каждый голос имеет значение. Главное – подойти к процедуре со всей ответственностью. Важно голосовать своего кандидата, чтобы выбрать того, кого ты хочешь. Я старшая по дому всем написала в интернете, в чате, чтобы пришли и голосовали. Узнать адреса участковых и территориальных избирательных комиссий можно на официальном сайте избирательной комиссии Самарской области. Ксения Баканова, Игорь Казановский. События.